Тысяча зажженных свечей на одном из участков так называемой новой трассы, дороги, связывающей два центральных района грузинской столицы. Ровно год назад, в ночь с 13 на 14 июня, на этом месте погибли люди. Зажатые в ущелье реки Вере, они попросту не успевали покинуть свои автомобили. Настолько стремительными и внезапными были потоки воды, достигавшие порой нескольких метров в высоту. Этой ночью, как и год назад, новая трасса вновь перекрыта для автомобильного движения. Здесь, у небольшого сквера, разбитого в память о погибших, собрались жители Твилиси и первые лица страны. Это место – символ памяти жертв стихии. Отсюда разрушительные потоки воды обрушились на город. Теперь здесь посажено 23 дерева. Именно столько людей мы потеряли в те страшные дни. Это самая большая наша потеря. Все остальное нам удалось восстановить. Достоверно известно о 21 погибшем. Еще два человека до сих пор числятся пропавшими без вести. Их тела так и не смогли отыскать. 60 семей в те дни лишились крова. Всего пострадали более 800 человек. На восстановление инфраструктуры понадобилось почти полгода и около 50 миллионов долларов. Тем не менее, без жилья пока еще остаются пять семей. Один из эпицентров бедствия пришелся на Твилисский зоопарк. Расположенный в ущелье реки Вере, он оказался почти полностью затоплен. Погибли до 300 питомцев, причем далеко не все стали жертвами стихии. Некоторым животным удалось самостоятельно выбраться из вольеров на волю. Правда, всего на несколько часов. Часть зверей усыпили, часть расстреляли. Одним из символов тех дней стал бегемот, сбежавший из зоопарка и уныло бродивший в центре Твилиси. Когда рассвело, зрелище приняло наиболее ужасный вид. Я огляделся вокруг и поверил своим глазам. Всюду были погибшие животные в крови и грязи. Зверинец функционирует и сегодня, но готовится к переезду на новое, более просторное, а главное – безопасное место. Наводнение в Твилиси, признанное одной из самых масштабных стихийных катастроф новейшей истории страны, стало также символом гражданской солидарности. Тысячи добровольцев проводили на месте бедствия все свое свободное время, помогая спасателям разбирать завалы. Некоторые таксисты в те дни отказывались брать деньги с клиентов. Я организовал так называемое бесплатное такси, помогал волонтерам добираться до места катастрофы. Думаю, в этом нет ничего особенного. Когда все случилось, мы созвонились с друзьями и сразу же поехали к зоопарку. Там уже собирались люди. Другого такого выражения солидарности и поддержки в Грузии я, признаюсь, не помню. Наводнению в Твилиси предшествовали сильные дожди, которые продолжались несколько дней. Позже специалисты выяснили, что обильные осадки спровоцировали сход оползня. Сель перекрыл русло реки Вера и вызвал скопление воды в одном месте, которое в итоге прорвало барьер и устремилось в город. На месте были проведены укрепительные работы. Позже, спустя 8 месяцев после трагедии, в стране была создана комната по контролю за кризисными ситуациями, специалисты которой в круглосуточном режиме наблюдают за так называемыми зонами риска. Звиатом Чедлишвили Давид Симонишвили специально для настоящего времени Грузия Твилиси.